девочки всем привет вот и пролетела очередная неделя весна к нам все ближе и ближе становится и сегодня я к вам с разбором моей ароматной недели вы знаете на удивление было 50 на 50 удачный и неудачный у меня выбор ароматов давайте начну по порядку все-таки для вот этого аромата я не смогла найти нормальную погоду у меня были постоянно другие желания я носила его один раз дома один пшик это было облачко я все равно задохнулся от него он довольно мощный ну не знаю может быть еще будет настроение я тогда его отхвачу уже не из недели а не буду брать его вот так вот в ароматы недели а скорее всего отхвачу и тогда вам расскажу если действительно будет такое так следующий аромат джуси кутер айлав джуси кутер я его носила но все-таки своей какой-то резкой ноты он меня немного отталкивает он не очень комфортный в носке он быстро мне натоидал мне хотелось его сменить ощущалось вот кроме сладкого яблока если не ошибаюсь то там именно сладкое яблоко преобладает по крайней мере мне так кажется что вот оно преобладает но помимо этого вот даже не знаю девочки что это такой пачули что может давать я вот такой странный резкий характер аромату ну короче я его поносила по моему раза два но по второй половине дня мне хотелось уже чего-то другого да не знаю вот он тоже этот аромат у меня под вопросом может быть я как-нибудь еще дам ему шанс но вот тяжело пока носится и не могу сказать что я вот вспоминаю и у меня такая мысль о я по нему очень скучаю что бывает очень часто с другими ароматами в любимчиках девочки у меня ремер очень он часто у меня носился у меня практически вся одежда и верхняя и мои терра и футболки пахнут именно этим ароматом очень он классный такой цветочный мягкий веселый он насыщенный я считаю вот для зимы вполне себе уместным то есть мне кажется таким слишком легким что он теряется нет он очень очень яркий и шлейф от него шикарные на улице и дома и он на не надоедливый короче вот мне он очень очень понравился не могу сказать что как-то ноты в этот раз мне иначе раскрылись чем обычно раскрываются здесь очень много таких сладких вкусных цветов в букете но очень непонятных таких-то ландыш роза жасмин и можно пофонсировать еще какие-то но все это в букете все это очень сладко короче очень женственный аромат я его носила с удовольствием какой аромат я тоже носил единственное что я цепочку брала она постоянно мешалась я ее решила снять да девочки чем больше его нашу тем больше мне напоминает каботин от грэд только он более мощный чем вот каботин в туалетной воде здесь он держится дольше чем зелененький каботин то есть в общем если вам каботин нравится но не хочется ноты гвоздики в аромате и поэтому вы не покупаете парфюмированную версию каботина то обратите внимание на лайф кутюр от импер аромат сам стоит по моему в районе 15 евро это хорошая цена для этого аромата и много пшиков не надо один два не больше иначе можно задохнуться вот а так качество аромата мне понравилось как на одежде так и на коже все очень классно и держится долгое и одежда потом долго пахнет также мне очень понравился beyond у девочки это как знаете это как совершенно классический аромат фаруэй только он такой мягкий такой пушистый такой округлый такой вы знаете он более глубокий он мелье менее то есть он вообще не крикливый понимаете он не кричит он интенсивный когда я смотрела обзоры на него сначала и девчонки тогда говорили вот что он за его он был заявлен как духи никаких духов тут нету девочки а я наоборот очень даже чувствую характер духов то есть он наносится на одежду или на кожу он не бежит вперед вас он окутывает весь образ знаете иногда бывает такое что аромат сам по себе здесь нет он как-то сразу садится хорошо и да вот это вот глубина здесь присутствует которая мне кажется во всей линейке фаруэй не присутствует здесь есть вот это вот томность какая-то томность не за счет сладости а за счет того как аромат сделал я надеюсь я смогла объяснить короче шикарный вот если вам в принципе нравится фаруэй классический но не нравится из-за того что он слишком громкий слишком надоедливый вот это отличная его версия чтобы попробовать его под носите мне кажется этот аромат можно носить не только не обязательно зимой его можно вполне весной и осенью носить только это будет уже аромат для выхода летом не знаю но если решусь подносить я потом вам расскажу так девочки следующий аромат это череш вы знаете он меня удивил потому что он знаете он нам не был я выгуливала как дома так и на улицу на верхнюю одежду он очень громкий оказался я почему-то думала что такой цветочно-фруктовый но такой милый милый мягкий женственный а сейчас он раскрылся на мне как кричащий аромат как-то на мне раскрывался так знаете люмината раскрывался на мне вот это довольно люминат очень яркий аромат у эйвен ну не знаю может быть эта температура так сыграла роль может быть одежда не знаю на одежде он так раскрылся вот поносила его один раз я очень удивилась и подумала что нет тогда мы возможно еще полежать вот потому что я помню пробник как очень такой мягкий аромат мягкий цветочно-фруктовый у девочки хэппи дизяк сладкий приятный аромат и не более то есть пока носила у него не появился никакой характер это просто сладкий компотик поднимающий настроение но знаете мне есть ароматы такого же типа но они я не знаю у них больше изюминки что ли вот в этом как-то изюминки нет он для меня он приятный но как будто безликий не знаю он уже долго в коллекции пока что пока что я ничего в нем нового того что я сразу поняла за ним не заметила так что какая-то неделя такая такая и был аромат который я отхватила это девочки это luminescence это я точно знаю а вот тут вот название на крышечке пишет девочки как мне нравится этот аромат я просто как-то в течение недели о нем вспомнила потому что мне вот именно вот такого чего-то не хватало то есть все мои ароматы они которые я взяла они довольно характерные нет здесь свежести ни одного я на вот этот вот думала что если мне захочется чего-то свежего я вот это буду носить но нет он оказался слишком громким и вспомнила это аромат oriflame если не сказала вдруг но мне кажется что они здесь все характерны ну как обычно вот в ароматах неделях я я вставляю название название аромата вы можете там поискать у девочки этот аромат он прекрасен он для меня он фруктовый на древесной подложке и здесь есть знаете здесь есть цитрусы но в начале я ощущаю эти цитрусы то есть когда я когда я наношу первое ощущение что он такой легкомысленный аромат для весенне-летней для хорошего настроения но когда же он усаживается на одежду и на кожу то он становится похож своим характером на знаете на что на на какой-то не то чтобы парфюм на духи даже вот как то так он звучит а нелегкомысленно он звучит по взрослому он звучит очень женственно и раскрываются еще и цветы но что самое интересное вот потом перестаешь чувствовать цитрус вы начинаешь чувствовать цветы и древесность но невозможно точно сказать какие цветы и что за древесность мне так это нравится то есть аромат остается целом и ничего в нем не выбивается и звучит он как-то солидно серьезно при этом не навязчиво и не слишком сладко не слишком свежо ну короче я осталась в восторге от этого аромата стараюсь сделать немного пшиков пусть даже он если немного пшиков делать он тогда не ярко звучит ближе к телу то есть если вас только обнимают кто-то почувствует этот аромат или вы если будете вдыхать свою одежду тогда шлейфа тогда нету ну я с девочки знаю что это снятость и мне так не хочется его прямо выпшикивать ну не знаю я поработаю еще над собой короче этот аромат меня очень очень порадовал на неделе возможно я как-нибудь еще его возьму так ну вот мои выводы что нужно получше продумывать ароматную неделю потому что вот прошло мне кажется более удачное чем это тут я как-то чуть-чуть прогадала все девочки буду тогда заканчивать такие итоги до следующего видео всем вам хорошего дня пока пока